Губернатор посетил Кашинский муниципальный округ. Традиционно рабочая поездка Игоря Рудени была насыщенной. Осмотр городских объектов, благоустроенных за последнее время, прием граждан, а также инспекция инвестиционных проектов, имеющих не только региональное значение. Роман Быков с подробностями. Визит главы региона в муниципалитет начался с посещения мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Он был открыт 9 мая 1985 года. В центре скульптура матери с ребенком. Рядом установлены памятники землякам, ставшим героями Советского Союза. Три года назад, к 75-летию Великой Победы, здесь установили скульптуру солдат, вернувшийся с войны. В традиционной церемонии возложения цветов приняли участие губернатор, руководство округа, представители духовенства, ветеранский актив, юно-армейцы. Также губернатору рассказали о работах по благоустройству набережной Кашенки, которые идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь уже проложены пешеходные дорожки, подготовлен фундамент под павильоны, изготовлены призмы для катания на скейтбордах, проведены работы по водоотведению и переустройству электросетей, а также озеленению. Прием граждан – непременная часть визитов губернатора в муниципалитеты. В ходе разговора был затронут вопрос газификации деревни Лобково. В ее границах проходит межпоселковый газопровод. Для подведения голубого топлива к домам требуется построить газорегуляторный пункт и распределительные сети. Игорь Руденя ответил, что вопрос рассматривается. Причем касаемо не только жителей этой деревни. Сделаем и более того, приедем еще посмотрим, проверим. Насколько мы понимаем, у нас еще есть необходимость не просто провести, а еще посмотреть социальные учреждения газификации. Там еще второе направление есть, такое же, как и вы. Мы не в доме престарелых идентифицировали, не в школу среднюю сельскую идентифицировали. Еще есть в Восхозпредприятие небольшое. Между тем, в Кашинском округе строится и очень большое сельхозпредприятие. Ферма «Румелка Агра» у деревни Бузыково. Возведение которой завершается в этом году при поддержке правительства Тверской области. Это один из самых крупных в Верхней Волжи инвестиционных проектов по созданию современного молочного животноводства. Сегодня там содержится порядка 1300 нетелей. На ферме уже родились собственные телята. Для нас рождение первого теленка – это обозначало старт все-таки нашего проекта. К концу года мы планируем выйти на 5,5 тысяч поголовья к началу следующего года. Соответственно, по продуктивности 160 тонн ежесуточного молока. Строительство фермы стало первым этапом инвестиционного проекта, который подразумевает возведение двух молочно-товарных и одного нетельного комплексов. Общее поголовье стада – более 24 460 голов. Реализация планов позволит привлечь свыше 20 миллиардов рублей инвестиций, создать более 700 новых рабочих мест. Глава региона осмотрел территорию комплекса, коровники, да и лезал навес для телят. Очень важно, что работа идет по такой достаточно эффективной схеме. Это инфраструктура, дороги, газификация, электрификация, поддержка в решении административных вопросов. Это все администрация, это правительство Дурской области. Далее с нас еще поддержка по образовательному кластеру. Для обеспечения квалифицированными кадрами предприятия, Румелка Агро построила в Кашине жилой комплекс для сотрудников, который осмотрел губернатор. Уже в этом году будет сдано более 120 домов и таунхаусов общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Бюджет инвестиций компании в строительство жилого комплекса составляет 1 миллиард 400 миллионов рублей. В том числе на объекты инфраструктуры 320 миллионов.